Второе послание Павла Коринфянам Несмотря на то, что в Библии это послание обозначено как второе послание к Коринфянам, в самом тексте присутствуют множественные свидетельства, указывающие на то, что настоящее письмо на самом деле является не вторым письмом Павла к Древней Коринфской Церкви. Павел основал общину в Коринфе во время одного из своих миссионерских путешествий. Вы можете прочитать об этом в 18 главе книги Деяний. После того, как Павел покинул город, до него начали доходить слухи о том, что в Коринфе дела пошли в кривь и в кось. Поэтому он написал им письмо, известное нам как первое послание к Коринфянам, с тем, чтобы устранить возникшие проблемы. Но похоже, что многие люди в церкви отвергли изложенные в письме наставления Павла и вообще восстали против его авторитета. Из текста мы узнаем, что Павел затем лично явился в церковь, и, как он сам указывает, этот визит был огорчительным. После этого он отправил им письмо, которое писал по его собственным словам «со скорбью и слезами». После всех этих принятых мер, хоть и не все, но большинство коринфских верующих осознали свою надменность и извинились перед Павлом. Они хотели примириться. В ответ Павел пишет это письмо, в котором уверяет их в своей любви и преданности. Письмо состоит из трех частей, где каждая часть посвящена отдельной теме. Сначала Павел окончательно примиряется с коринфскими верующими. Затем в главах 8 и 9 он говорит о щедрости, забытой ими добродетели. И в заключительных главах Павел обращается к тем коринфским верующим, которые до сих пор отвергают его. Давайте погрузимся в текст и проследим ход мыслей Павла. Итак, Павел начинает письмо с благодарности Богу всякого милосердия и утешения, который даровал ему и коринфянам мир и поддержку в период разделений и споров. Он признает, что его последний нерадостный визит к ним вызвал некоторое огорчение. Он совершенно ясно дает им понять, что он их прощает и желает, чтобы между ними и им были открытые и честные взаимоотношения. Однако почему же они сначала отвергли Павла? Ниже в тексте мы обнаруживаем, что коринфские верующие пренебрегали Павлом как лидером. Он был беден и зарабатывал на весьма скромную жизнь тяжелым трудом. Он постоянно находился в гонениях и страданиях, часто у него не было крыши над головой. И, наконец, как оратор он был не слишком красноречив. И поэтому, как только верующие в коринфе стали контактировать с другими лидерами, побогаче и посолиднее, они начали думать о Павле пренебрежительно. В сущности, они стали стыдиться его. В ответ Павел показывает, что возвеличивание этих лидеров только ввиду их богатства и красноречия является ничем иным, как предательством Иисуса. Это свидетельствует о тотальном искажении системы ценностей. Суть истинного христианского лидерства, говорит Павел, не в статусе или саморекламе. Павел описывает себя и других апостолов как взятых в плен рабов царя Иисуса, который ведет их в своей триумфальной процессии. Работа Павла заключается не в том, чтобы производить впечатление на других, а в том, чтобы указывать людям на Иисуса, то есть на того, кто на самом деле велик. И затем он намекает на последние требования коринфян – представить им рекомендательные письма, которые бы подтверждали его заслуги и полномочия. И Павлу это кажется смешным. Их церкви попросту не было бы, если бы он ее не основал. Поэтому Павел говорит, что они и есть доказательства его истинного лидерства, они и есть его рекомендательное письмо. Он к месту цитирует пророков Иеремию и Иезекииля, говоря, что Дух Божий начертал рекомендательное письмо на самих их сердцах, как народа Нового Завета. Коринфе нам не нужны дополнительные доказательства. Затем упоминается Новый Завет. Это упоминание подводит Павла к пространному сравнению. Ветхого Завета между Богом и Израилем при посредничестве Моисея и Нового Завета между Богом и Коринфянами при посредничестве Иисуса и Святого Духа. Ветхий Завет был заключен на горе Синай, и это был истинно славный Завет, который покрыл лицо самого Моисея светом славы Божьей. Но слава этого Завета впоследствии оказалась приходящей, не говоря уже о том, что законы того Завета были неэффективными в деле истинного преобразования Израиля. Однако в сравнении с Ветхим Заветом Новый Завет еще более славен, потому-то воскресший Иисус и есть слава Божья, и Он к тому же имеет вечную жизнь. И сейчас именно Его Дух преображает сердца людей и делает их более верными и подобными самому Иисусу. Все это звучит удивительно. И теперь кто же не захочет быть частью славы самого Бога? Но Павел идет еще дальше и показывает, как парадокс креста переворачивает вверх дном все представления коринфян о славе и успехе. В конце концов, славное возвеличивание Иисуса как царя явилось следствием Его страданий, казни и смерти. На кресте Иисус открыл для людей Божье спасение. Он умер за грехи всего мира, чтобы примирить людей с Богом. Но крест делает нечто еще большее. Он открывает свойства Бога как того, кто способен на жертвенную любовь в ее самом высшем проявлении. Любовь, прежде всего ищущую благо других. Крест также показывает новый крестный образ жизни. И цель Павла состоит в том, чтобы его жизнь и служение были подражанием кресту. Поэтому, несмотря на то, что его апостольская деятельность была отмечена смирением, страданием и бедностью, его скромное положение нужно было для того, чтобы послужить коринфянам. И поэтому, когда они с осуждением отнеслись к бедности и страданиям Павла, они тем самым фактически осудили и самого Иисуса. Образ жизни Павла и его лидерство в действительности доказывают то, что он на самом деле представляет распятого и воскресшего Иисуса. Павел очень хочет примириться с коринфянами, но он не отпустит ситуацию до тех пор, пока они не преобразятся и не усвоят этот парадокс креста, в корне изменяющего их мышление. После этого ревностного объяснения Павел касается темы «Забытый ими добродетели щедрости». Иудеи-христиане в Иерусалиме обнищали из-за голода. Павел собирал для них деньги среди верующих, в основном из язычников, в новых церквях, которые он основал. Они все посылали помощь как знак их единства в Иисусе Мессии. Многие из основанных им церквей с радостью жертвовали своими средствами. Но коринфяне в разгаре своего конфликта с Павлом не скопили денег для пожертвования. Для Павла же это был не просто вопрос денег. Он видел в этом еще один признак того, что коринфяне не были преобразованы вестью Евангелия об Иисусе, которая по своей сути является историей великодушия и щедрости. Павел говорит «Вы знаете о великодушной благодати нашего Господа Иисуса Христа, что Он, будучи богат, ради вас стал нищим, для того, чтобы благодаря Его нищете вы стали богатыми». Он доносит евангельскую весть, прибегая к метафорам из области финансов. Иисус оставил свою честь, славу и богатство. Он унизил себя, чтобы умереть, как нищий раб, с тем, чтобы люди, обнищавшие в своих грехах и смерти, могли возвыситься и обогатиться богатством Божьей благодати. Быть христианином означает сердцем и умом проникнуться этой истиной и позволить ей преобразить вас и сделать более щедрым и готовым делиться своей жизнью и возможностями для того, чтобы помогать другим людям. В заключительной части послания Павел заостряет внимание на главной причине своего конфликта с коринфянами. Речь идет о группе представительных и важных руководителей, которых Павел саркастически называет «высшими апостолами». Они прибыли в Коринф продвигать собственный авторитет и при этом отзывались о Павле пренебрежительно, как о бедном и неуспешном руководителе. Рискуя выглядеть как человек, занимающийся саморекламой, Павел говорит, эти ребята действительно хотят заняться сравнением достоинств. Без проблем. Они считают себя специалистами в знании Писания? Так и Павел тоже специалист в Писании. Начнем с того, что раньше он был фарисеем и все Писания знал наизусть. Они хотят похвалиться исключительными знаниями об Иисусе? Так ведь Павел воочию видел воскресшего Иисуса и разговаривал с ним. Он получил видение Иисуса, сидящего на небесном престоле. Но самое важное, Павел отдал всю свою жизнь на дело миссии Христа. Он пожертвовал своим комфортом и стабильностью, и он никогда не требовал с Коринфян денег. В отличие от высших апостолов, которые брали с них немалые деньги, Павел зарабатывал себе на хлеб. Однако Павел говорит, что отказывается похваляться этими достижениями, поскольку это не то, что по-настоящему важно для христианина. Вместо этого он будет хвалиться своей несостоятельностью и слабостью, потому что именно в этих его несовершенствах ему открылась любовь и милость Иисуса. И с другой стороны, однажды Иисус сказал Павлу, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Павел завершает письмо отрезвляющим предупреждением. Коринфяне должны проверить себя, испытать причину своего пренебрежительного отношения к Павлу и его образу жизни, и с другой стороны, испытать причину своей любви к высшим апостолам. Потому что эти симптомы свидетельствуют о том, что они так и не поняли самую суть того, кем является Иисус. Они не живут так, как должны жить преображенные последователи Иисуса, поэтому он еще раз приглашает их смириться перед любовью Иисуса. Второе послание к Коринфянам предоставляет нам уникальную возможность посмотреть на жизнь Павла и понять парадокс, явленный нам в кресте Иисуса. Крест испытывает наши ценности и то, как мы видим мир. Мы ценим успех, образование, богатство, а Бог ценит наше смирение и слабость. Ведь его любовь и сила стали явными в страданиях, смерти и воскресении Иисуса. Крест также раскрывает преображающую силу и присутствие Духа Святого, что делает последователи Иисуса способными принять на себя Его крестный образ жизни и следовать Ему. И в этом суть второго послания Павла к Коринфянам.